Из этой же картины идет и вопрос, связанный с преследованием граждан Российской Федерации по политическим взглядам. Это бессовестно, незаконно и преступно. У нас есть рецептицированная резолюция Организации Объединенных Наций, и Россия ее ратифицировала. Запрет на политические преследования. Запрет на преследовании по политическим убеждениям. Оно рецептицировано, это закон. И те шаги, которые предполагает сегодня власть, вот они нарушают опять эти законы, в том числе и из резолюции. Незаконно отказали в регистрации Павлу Николаевичу Грудинину в качестве кандидата на выборы в Государственной Думе. Незаконно! Что противно, что гадко, что в эту схему недопущения Грудинина к выборам вплели сюда и прокуратуру Российской Федерации со своими фальшивыми бумажками. И центральная избирательная комиссия в лице Панфиловой, она уже не видит, где правда, а где ложь. И встала на дорожку, скользкую дорожку фальсификации результатов выборов. Вплели туда и суды. К сожалению, Верховный суд встал на сторону фальсификаторов. Фальсификаторов остается только Страсбург. Мы, конечно, подадим туда жалобу, конечно, будем отстаивать. Но стыдно генеральному прокурору, стыдно Верховному суду, стыдно администрации президента, стыдно президенту Путину, что это творится на территории Российской Федерации. Стыдно и преступно. Я это говорю однозначно. По этим же мотивам пытаются снять с регистрации в качестве депутата Николая Бондаренко в Саратове. Сильная личность, авторитетный человек, правную матку режет в глаза. Не боится. И вы только подумайте. Решили пришить дело по экстремизму? За то, что он в 2011 году, внимание, в 2011 году написал правду в соцсетях, что Единая Россия все, что обещала, не выполнила. У нее было большинство и есть большинство, не выполнил своих обещаний. Что Единая Россия недостойна выборов. И это считается экстремизмом. Это что за маразм? Еще один маразм. То есть критиковать Единую Россию, критиковать президента Путина, правительство путинское нельзя, это экстремизм уже. Мы свободные люди, имеем право. Наше право, свободное слово, святое право. Вот бегают за ним полицейские, стараются стучить Бондаренко, значит, уведомление о том, что он якобы должен прийти к ним на рассмотрение составления протокола. У нас бешеный принтер с большинством Единой России за последний год столько законов наделало, ущемляющих права граждан. Уму непостижимо. Уму непостижимо. И только и опять же это делается потому, что сильные кандидаты от Компартии Российской Федерации могут выиграть. И что этим кандидатам и Компартии народ доверяет. Продолжение следует...